всем огромный привет и только что забрала пряжу заказывала в интернет-магазине пряжа на дом а забрала из пункта выдачи озон вот такая пряжа вот такой огромный моток это пихорка супер фантазийная цвет номер 1021 розово-сиреневый меланж параметры 360 грана 830 метров спицы шестерка составе 50 шерсть 48 акрил 2p а вот такой очень интересный у нее окрас я думаю что она будет полосатая но с такой пряжи я еще не вязала поэтому не могу утверждать и не видела не видела раньше ни у кого чтобы кто-то из нее вязал не попадались не такие не картинки не ролики в интернете ничего общем я не видела но когда-то давно у меня был ализе забыла какое там уже название вот ализе но она несколько похож такая же буклирован только там у нее секции такие прям длинные а здесь вот такие они короткие и я вязала из той пряжи кардиган там тоже были такие пухленькие мотки по моему по 350 грамм что ли моток был не знаю не помню какой то уже было лизе а вот из этой я буду пробовать вязать либо тунику либо какой-то свитер полосатый следующее это детский каприз трикотажный от пехорки темно-синий 04 наверно этот цвет здесь в составе 50 грамм 400 метров в составе здесь 50 процентов мериносовая шерсть 50 фибра это такой но я сказал уже темно-синий цвет и это я пряжу заказала для свитера или пуловера который я буду вязать мне нужно было еще вот такая пряжа я заказывала две нити я покажу немного позже конечно но это будет одна из нитей в несколько сложений которые я буду вязать свитер и теперь посмотрите вот сюда здесь три упаковки вот такой пряжи это ализе superlano миди цвет номер 803 100 грамм 170 метров и составе здесь 75 акрила 25 шерсти вот для каких целей я заказала эту пряжу все процессы которые у меня были сразу отложила и начала вязать свитер для себя это будет свитер который похож на свитер брат 2 но скорее из него будет только схожесть некая по цвету и то что это польская резинка узор он будет не такой широкий такой свисающий это будет ну совсем конечно другой свитер но похож изначально я задумывала именно такой как бы ну более менее похожий но поняла что в в носке мне наверно будет совсем комфортно такой свитер носить хотя у меня такого свитера конечно и не было но в общем я решила его сделать не таким широким и вот сейчас я вставила фрагмент того как меняется как растягивается этот узор после отпаривания он растянулся на 10 сантиметров и зависимости от того насколько сильно так вот его просто разложить то есть 58 60 то есть в полном обхвате он будет примерно 120 сантиметров и я думаю что для свободы облегания мне будет достаточно одну часть я уже связала на высоту 100 рядов и сейчас я вижу вторую часть сделал это для того чтобы посмотреть какое хочу по высоте ну теперь я уже определилась что мне нужно еще провязывать в высоту чтобы потом в итоге он был сантиметров 60 наверное в длину а может быть даже и длиннее чем 60 сантиметров в общем нужно вязать примерять и потом уже сделать хорошее такое углубление по передней части небольшое по спинке и вот прям не думаю такое вот вот такое сделать скос плеча для того чтобы здесь у меня будет проема сантиметров 2022 наверно может быть побольше оставлю чтобы был такой плавный переход в рукав то вот таким процессом я занялась прям сразу к только пришла ко мне пряжа связала образец отпарила его сделал расчеты и начала вязать мне очень нравится и кстати с этой пряжей я работаю второй раз первый раз я вязала из нее шапку но уже подзабыла насколько она мягко мне кажется она даже мягче чем ализе лана сегодня я занималась свитером из ализе софте у меня уже было связано тело которое я вязала по кругу здесь сделала небольшие прибавки а потом делила на две части провязала спинку и перед и вот сегодня я соединила получается боковые плечевые швы соединила методом трех спиц набрала петли по вырезу горловины и провязала резинка один на один провязала на высоту 7 сантиметров и дальше закрывала я способом которые закрытие с накидом и она получилась такое вот очень эластичное закрытие ворота далее я буду делать рукава они будут из другой пряжи потому как я уже говорила но повторюсь что у меня было всего упаковка 5 мотков и вот сколько мне осталось всего пряжи это на размер 44 46 примерно свитер и были мысли что если останется у меня пряжа то я распущу здесь резинку и довяжу оставшиеся вот эти вот метры пряжи но здесь осталось буквально на 2-3 ряда и не вижу смысла это лишние заморочки ты к тому же у меня получается я примерила когда связала сейчас ворот я примерила и до длина которая получилась она меня вполне устраивает не буду я распускать и довязывать а рукава я буду вязать из вот такой пряжи опять же я думала что буду либо из alize lanagold либо из alize angora gold но так как alize soft она очень мягкая а все-таки lanagold она чуть такая пожестче пряжа и я решила что пусть рукава будут такие же мягкие постараюсь сделать их каким-нибудь рисунком но рисунок я еще не подбирала но думаю что лицевая гладь будет здесь не в тему так сказать возможно какой-то мелкий узор я сюда и подберу сейчас буду писать образцы и позже уже покажу сам рукав вот такой узор я подобрала для рукава мне хотелось чтобы здесь были и вот такая небольшая сеточка и чтобы это были либо косы либо ран либо какой-нибудь жгут либо между ними либо узор чтобы был как-то включенный во все это увидела вот такой узор ажурный зигзаг мне очень понравился и как мне кажется что он очень подходит сюда сейчас я сделаю расчеты для того чтобы петли уместились в мою пройму и начну вязать рукав буду набирать вот от центральной петли от шва и продолжу вязать уже рукав вниз